Храм святых апостолов Петра и Павла в станице Зеленчукской отметил престольное торжество. Праздничное богослужение возглавил архиепископ Пятигорский черкесский феофилакт. Здорово живете, братья казаки! Здорово! Поздравляю с престольным праздником и поздравляю с днем нашей станицы. Станица Зеленчукская, образованная в 1859 году на землях Баталпашинского отдела Кубанской области, ныне 162 года. Праздник Петра и Павла, как всегда, собрал гостей со всей Карачаевой Черкесской республики. Праздник годовой, станичный праздник. Мы его всегда ждем, любим этот праздник, ходим в церковь. Сегодня в 7 часов пришла, я уже в церковь была. Служили молебень, посвятили водичку, а теперь сейчас пойдем в церковь молиться. В белокаменном станичном храме Петра и Павла архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакт совершает божественную литургию по многолетней традиции и любит служить Зеленчукской за особую атмосферу единства и любви. Здесь подтверждаются известные слова апостола Павла «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится». Здесь у простых людей от земли жива вера в то, что второй небесный покровитель станицы апостол Петр откроет для них веренными ему ключами рай. В это верили благочестивые предки и, почитая первоверховных апостолов, часто давали детям их имена. Для казака Петра Полянского 30 лет живущего в станице Исправной Зеленчукская родина. Здесь его отец 18 лет был атаманом. Землякам на праздник всегда приезжает с особым чувством. Мы казаки, мы должны быть всегда вместе. Они нас поддерживают, мы их поддерживаем. Это пристроение всего, как внука станицы Зеленчукской. Мы так казаки, мы православные, мы обязаны это чтить. День Петра и Павла стал особым праздником и для семьи Протерея Максима Шевченко из Пятигорска. В станичном храме состоялась диаконская хиротония его сына Иоанна, выпускника Санкт-Петербургской духовной семинарии. В этот день получил награду за труды на благо Пятигорской епархии священник, ирейская хиротония которого состоялась четверть века назад, игумен Григорий Бочаров, настоятель храма в поселке Нижний Архыс. Эти события – знаки особой преемственности, сохраненной в Церкви Христовой, в основании которой положили свои труды первоверховные апостолы Петр и Павел. У апостола Петра и Павла сегодня мы просим помочь нам укрепиться в вере. Их мы просим быть вместе со Христом и Его Церковью, как они были вместе. Их мы просим о том, чтобы они помогли нам преодолевать наши сомнения и смущения, помогли нам преодолевать все наши немощи. Елена Христосова, Артем Соломинцев, студия «Благословенный Кавказ». Артем Соломинцев, студия «Благословенный Кавказ». «Благословенный Кавказ». Продолжение следует...